Здравствуйте! Сегодня несколько вопросов о молитве. Первый вопрос о Серафимову правиле. Многие спрашивают, позволительно ли читать, заменяя им правила обычные, которые у нас в молитвословии утренних молитв и молитв на сон грядущем. Я хочу вот что сказать. Есть правила, а есть исключения. И как исключения? Иногда можно, но не нужно исключения превращать в правила. Серафим Саровский давал эти молитвы дьявеевским сестрам, которые в тяжких трудах строили обитель. И действительно изматывались, и не высыпались. Спали там по пять часов, и на тяжких строительных работах трудились, таская камни. И вот для того, чтобы не обременять их большим молитвным правилам, тем более монашеским, он дал вот такое правильце так называемое. Но многие, кто говорят о том, что читают это правило вместо утренних молитв, они себя обманывают. Потому что на самом деле оно состоит не из трех молитв Отче наш, не из трех молитв Богородица Дева Радуси и Симала Вера. Но это правило предписывает читать до обеда Иисусову молитву, после обеда молитву Божьей Матери. И вот многие, кто говорят, я читаю Серафимово правило, они этого не делают. Но вот что по поводу Серафимово правило. То есть читать можно как исключение. Иногда, ну случилось так, ты проспал на работу, но вот уже все, надо бежать. Но лучше так помолиться, хотя бы на три минутки становиться перед иконочкой и совершить такое коротенькое правило, чем вообще чашкой кофе и вперед, без всякой молитвы. Потому что очень важно то, чтобы мы день начинали с молитвы, очень важно. То есть это просто вопрос веры. Грехи у нас есть у всех, но вопрос веры, человек с Божьим благословением начинает день, или ему это благословение не важно. Ему важнее чашечка кофе, там какая-то зарядка, прическа и так далее. Поэтому вот это вопрос веры. Мы берем благословение на предстоящий день утром, или благодарим Бога за прошедший день вечером, или нет. Потому молитва очень важна. Также возник вопрос о том, как бороться с рассеянностью на молитве. Некоторые говорят, вот начинают читать молитвы, и ум куда-то уходит, только смотрю, я уже заканчиваю, и получается, что нет никакого плода, нет никаких изменений в душе. То есть что молился, что не молился. Действительно, молитвенное правило, оно предназначено на то, чтобы человека настроить на некий духовный лад, на некую такую гармонию, такое, знаете, звучание души, как инструмента некого. Потому что бывает инструмент расстроенный, скажем, струнная, гитара или пианино, и когда на нем играешь, чувствуется, что там неприятно, прямо звуки идут не в гармонию. Так вот, также человек, когда утром встает, ему необходимо настроить свой инструмент, своей души на вот эту гармонию, гармонию единства с Богом. Вот для чего предназначено утреннее молитвенное правило. Ты начинаешь молиться утром, и потом, закончив это правило, ты идешь по своим делам, и это состояние настроенности души с Богом, оно сохраняется. И весь день у тебя продолжается некая молитва. Если ты постараешься, надо к этому прийти, чтобы вот такое молитвенное состояние было на протяжении всего дня. Неразрывной связи с Богом. Как сказал апостол Павел, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите Бога. Что значит непрестанно молиться? Вот это имеется в виду вот такое состояние души, где без слов душа настроена на единственное общение с Богом. Но этого надо достичь, для этого требуется опыт, для этого требуется упражнение. Вот те, кто говорит о том, что у него рассеянная молитва, я скажу, что это плод неких упражнений. То есть, это уже возникший навык. Навык. Навык рассеянной, бессердечной, бездумной формальной молитвы. Знаете, в любом деле, чем человек занимается более-менее серьезно, у него возникает навык. В профессии, в спорте, вот в молитве тоже. Если мы позволяем себе к молитве относиться небрежно, так, знаете, формально, вот просто, что называется, вычитываем, то возникает такой злой, плохой навык, холодной, бессердечной, бездушной, рассеянной молитвы. Как его преодолеть? Надо с этим бороться. И знаете, всегда возвращать утерянные позиции намного труднее, чем их не терять. Как и лечиться всегда намного сложнее и болезненнее, чем просто не допускать болезни. Поэтому не позволяйте себе такой молитвы. Лучше это будет молитва короткая, но внимательная, если ты торопишься, если ты опаздываешь. И вот также вопрос о Иисусовой молитве, как ей научиться? Я не скажу, что я этого достиг, поэтому отвечу на этот вопрос только формально, как я читал у святых отцов. А рекомендация такова. Начинать надо Иисусову молитву не с правила, состоящего из какого-то количества молитв. Там сотни, сотни, допустим, там две, пять сотен. А начинать надо молитвенное правило с того, чтобы засечить время. Вот десять минут внимательно Иисусовой молитвы. Потому что можно за одну минуту прочитать несколько десятков молитв Иисусовых. А можно за одну минуту прочитать одну-две молитвы. Тут что важно? Чтобы каждое слово проходило через сердце. И каждое слово, которое мы произносим, мы произносили с пониманием того, что мы говорим. То есть через ум проходит осознание того, что мы произносим. Ведь в каждом слове Иисусовой молитвы заложена очень большая глубина. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы Господом называем Иисус Христа. Иисусе Христе, Иисус Христос, Иисус это спасение от Бога, спаситель от Бога. Христос это тот помазанник, тот мессия, которого ждало все человечество. Сыне Божий, это исповедование в том, что Иисус Христос, Он Сын Божий, помилуй меня грешного. Но в этих словах тоже заложена большая глубина покаяния, просьба о милости, о помиловании и осознание себя грешником, исповедование себя грешнейшим человеком. И вот все эти слова, каждое слово, ну это прямо вот в этих словах коротких, в этой молитве, все Евангелие, вот можно так сказать, образно изложено. Поэтому все пропускаем через ум и добиваемся того, чтобы это находило отклик в сердце. И поэтому здесь важно не количество, а сотню, раз, 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 а вот важно, чтобы это вот возник такой навык внимательной, такой сердечной молитвы. И пусть у вас будет 5 минут, 10 минут, 15 минут поначалу внимательной молитвы, неизвестно от того, сколько вы там по четкам сделаете. Это будет лучше, чем вы, выполнив сотню, другую, третью своих молитвочек, пойдете довольным, что я вот практиковался в Иисусовой молитве. Это не будет иметь должного эффекта того плода, который должна принести молитва. Ага, еще вопрос, можно ли молиться на русском языке? Ведь в молитвословах, в церковных книгах там все по-славянски. Даже когда текст, шрифт русский, все равно слова славянские. Знаете, что, скажу так, все-таки славянский язык, молитвы на церковном славянском, они обладают некой такой высотой поэзии. Вот попробуйте на русском языке сказать. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословен плод чрева твоего. Вот эти слова, плод чрева твоего, благословен. Скажите по-русски. Или пошло получится, или как-то получится какая-то такая громоздкая конструкция, чтобы выразить эту мысль. А церковно-славянский язык, который не испорчен, скажем так, нашим кухонным бытовым употреблением, он в себе содержит некую такую высоту поэзии. Поэтому церковно-славянский язык, он в молитве незаменим. Вот как бы уже практика установлена, и опытом святых все молитвы, которые мы читаем, это все-таки молитвы тех людей, которые свой путь к Богу уже прошли. И Иоанн Златоуст, Василий Великий, Ефрем Сирин и другие-другие многие святые отцы, которые этими молитвами к Богу обращались. Это их плод, это их опыт. И этот опыт – это сокровищница церковная. Ей надо пользоваться. Но с другой стороны, всегда можно к Богу обратиться с какой-то мимолетной своей мыслью, молитвой, вот сиюминутной. Вот сейчас, когда ты троллейбус ждешь, или когда ты сел за руль, или ты когда начинаешь урок, или там какое-то еще у тебя важное занятие. Господи, прости, Господи, благослови, Господи, управь, Господи, помоги. Всегда можно на русском языке, на любом месте, в любое время, в дни и ночи, в ночи, и ночью всегда можно к Богу обращаться, на любом языке, на каком тебе удобно. Русском, украинском, китайском, английском. Пожалуйста, молитесь, молитесь. И к тем молитвам, которые вы читаете в молитвословии, если вы в них не находите необходимого для своей души и сердца, можете к ним добавить еще и на своем родном языке, как этого требует ваша душа. Но тем правилам молитвенными, которые все-таки у нас есть в молитвословии, канонами, акафистами, не пренебрегайте. Они написаны на церковнославянском. И попутно вспомнился еще вопрос про акафист. Можно ли читать акафист сидя? Нет, нельзя. Акафист в переводе с греческого на русский означает неседальное. Вот кафизма, то есть псалтирь, это седальное. Псалтирь читалась на длительных монашеских богослужениях, которые действительно были всенышными иногда, многочасовыми. Читалась псалтирь для отдохновения, для некого, можно так сказать, духовного наслаждения души, как церковная такая поэзия высокая. И поэтому для такого отдохновения позволялось сидеть. И назывались чтения псалмов, эти чтения псалмов назывались кафизмами, то есть то, что читается сидя. А вот акафист в противоположность этому написан был для чтения стоя, для особого такого торжественного чтения. Знаете, когда торжественный момент, то, скажем, воин с троем идут, маршем, равняйсь мирно. Это торжественный момент. Хотя он воин всегда, он и сидя воин. Но в данном случае его как бы мобилизует команда на особое предстояние, особый строй. И также в молитве. И акафист требует вот такого состояния стоя. Но, конечно, не подходя к этому вопросу формально, мы понимаем, что иногда любые молитвы, в частности вот и акафисты, они иногда вызывают такие чувства в душе, такое настроение сердечное, что даже немогуще прочитать их стоя, все-таки хочется хотя бы сидя их читать. Особенно это касается людей престарелых, сильно, скажем, изможденных, больных. И тогда, чтобы не быть формалистом, отвечу вам на такой вопрос. Вот таким образом можно лучше сидя и даже лежа что-то читать, чем вообще остаться без молитвы. Или чем оказаться как бы лишенным вот того духовного состояния, переживания, которое дается вот данным акафистам, данной молитве. Поэтому, как исключение для больных людей, для людей, которые не могут стоять, для которых невозможно стоять, пожалуйста. А, как правило, все-таки акафист читается именно стоя. Вопрос, где пройти отчитку? Знаете, что такое отчитка? Отчитка – это нехорошее такое слово, которое придает этому действию смысл какой-то механический. Даже, скажем так, магический. Дело в том, что отчитка – это чтение молитв. То есть, где пройти молитву? Вот так бы звучал этот вопрос. Чтобы обо мне кто-то помолился. Или поучаствовать в какой-то общей молитве. Какой-то там старец, какой-нибудь там монах читает в монастыре обычно, так называемые отчитки совершают. Но человек к этому как относится? Я приду, и там поп что-то побормочет, что-то там пошепчет, и мне будет легче. Вот такое отношение к этой так называемой отчитке – это отношение неправильное. И так нельзя рассуждать об этом. Простите, прервался на звонок. Так вот, нельзя к этой молитве так относиться. Я приду, заплачу, там что-то пошепчет. И ошибка очень многих людей, которые полагают в этом для себя какую-то пользу. Надо найти такого старца, надо найти такой монастырь, где совершается отчитка. Я приду, и мне, и у меня там сразу все решится. От пьянства избавлюсь, от болезни избавлюсь. Нет, это неправильно. Неправильно. Сам Христос сказал, изгоняя бесов из несчастного юноши, Он сказал, род си изгоняется только молитвою и постом. И имеется в виду не то, что кто-то будет молиться, и кто-то будет поститься, а я получу от этого пользу. Ты должен молиться, ты должен поститься. И в слове пост надо понимать широкий смысл. Пост это в широком смысле воздержание. Это не просто какое-то время мясо не есть. Это быть воздержанным. Воздерживаться от гнева, от лжи, от лени, от пьянства, от табака. Воздерживаться в пище, воздерживаться от греха, воздерживать уста, свое сердце, свои мысли, чувства, воздерживать от всего нечистого, греховного, плохого. И таким образом изгоняется бес. Вот это аскетика воздержания плюс молитва. Но, конечно, если за тебя церковь помолится, это будет дополнительно поддержка и сила, и помощь Божия. Но не думай, что только вот в этом твое спасение. Церковь будет молиться, кто-то там съездил за тебя, в том монастыре подал, здесь в этом храме подал денежку, чтобы молитва совершала пожертвования, и все пойдет вот как по маслу. Нет. Вот поэтому и бывают бесплодные отчитки. Немножко полегчало, и человек все, опять на эти отчитки ходит, ходит, ходит. А результата радикального нету. Нет пьянства, человек не избавился. Нет табака, нет блуда или там каких-то болезней. Он не смог изгнать в себе эту привязанность страстную, пленение бесовское, привязанность греховное. Не смог эту власть демоническую из себя изгнать. Почему? Потому что сам не молится, и вот этого поста у него воздержания нет. А род сей изгоняется только молитвой и постом. И поэтому я не очень одобрительно отношусь к такому вопросу, когда люди спрашивают, куда поехать на отчитку. Возникает вопрос, а для чего это? А что ты от этого ожидаешь? И как твоя жизнь после этого изменится? Если она изменится, то да, пожалуйста, можно съездить куда-то. И тебе там монахи помогут и посоветуют. Люди, которые ведут особую аскетическую, высокодуховную жизнь. Возможно, старцев какие-то там встретишь. Кто-то найдет для тебя время, уделит тебе это время, с тобой побеседует, за тебя помолится, благословит. И вообще, общая атмосфера монастырская, и строй богослужений, и сама эта атмосфера, они настраивают на духовный лад. Они помогают перемене жизни, и все это может быть для тебя благотворное. Но только так, вот таким образом. А не то, что я поеду, там за меня что-то скажут, к Богу помолятся, что-то пошепчут. Может быть, мне поможет. Вот это отношение, я бы сказал, такое, знаете, механическо-магическое отношение к такому святому делу, как молитва. И то, что такое отношение у нас к этому делу, как раз-таки выражается словом отчитка. Или знаете, иногда я слышу такое выражение, я вычитал правила капричащих, я вычитал молитвы. Вычитать. Что значит вычитать? Ты помолился, или ты просто по тексту глазами пробежал? Ну, это слово вычитать, оно мне очень не нравится в этом смысле. Как не нравится мне, когда говорят люди, я прочитал Акафист иконе Божией Матери, ну, допустим, все царицы. Извини меня, ты Акафист Божией Матери читал, или иконе? Ну, как же так можно говорить? Ты думаешь, что ты говоришь? Ведь за такими словами, я бы сказал, так грех даже стоит. Я помолился иконе. Ну, а я помолился Божией Матери. Чувствуете разницу? Да. Еще. Да, вот еще несколько, еще такие два вопроса интересных. Как понимать в молитве «Да воскресен Бог» обращение ко Кресту, как никому живому существу? «О, причестный и животворящий Кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицей». Ну, там действительно радуйся, притесной, же творящий Кресте Господень. Такое выражение. Как понимать? Надо понимать не в прямом буквальном смысле, будто бы мы обращаемся к неодушевленному предмету, хоть и святому. Но надо понимать это как церковную поэзию. Знаете, когда есть в Псалме такие слова «Вон ми небо и возглаголю», то есть «Небо, услыши меня и сейчас хочу к тебе обратиться», то что имеется в виду в этих словах? Это не Псалом, это Ирмос, Тропаря, Великой Субботы, по-моему. Но неважно. В общем, это молитва церковная, и ты в этой молитве говоришь. «К тебе небо обращаюсь». Что ты вкладываешь в эти слова? Какой смысл? Ну, конечно же, ты не к облакам, не к этой небесной синеве обращаешься. Ты же обращаешься к Богу. То есть это символ, это образ. Можно сказать, это место пребывания Бога, небо духовное. Хотя так нельзя Бога ограничить каким-то местом. Но это, опять-таки, на нашем человеческом языке. Это адаптировано к нашим человеческим реалиям. Нам так удобно, нам так ближе. Потому что о вещах божественных рассуждать в человеческом языке нет даже терминов и понятий. Чтобы это можно было бы сделать грамотой без ошибки. Поэтому здесь допускается поэзия, здесь допускаются какие-то такие эмоциональные ходы, когда мы говорим «О, Житворящая Сила Креста, помоги мне». Но о чем идет речь? О том, что эта сила, она божественная. И эта сила, она не безличностная, как какая-то энергия. Это сила божественная, это не тварная энергия, это божественная. Это мы к самому Богу такими словами обращаемся. Поэтому, когда ты говоришь «Житворящий Кристиан Господень, помогай мне», имей в виду «Ты, Господи, помогай мне», а не просто «Недушевленный крест». Вот такой смысл этого выражения. Надо просто понимать его и именно этот смысл иметь, когда читаешь эти слова. И другой вот еще вопрос о тропаре Николаевича Творца. «Правила веры и образ скротости, воздержание Учителя и витя стаду Твоему, я же вещей истинно, сего ради стяжался смирение высокое и нищетой богатое, отче, священно начальниче Николы, моли Христа Бога, спасите душам нашим». Вот здесь выражение такое «Я же вещей истинно», как его перевести. Но я вам просто весь тропарь переведу. «Правилам веры и образом кротости, воздержание Учителем тебя явила истина». Вот здесь такое выражение «Я же вещей истинно», то есть некое истинно событие. Слово «вещь» в славянском языке, церковнославянском, означает некое событие, некое действие. Вот, например, в Салме 90 есть такие слова. «Не убоишься страха ночнага от стрела летящей во дни, от вещи во тьме приходящей». То есть от каких-то событий во тьме приходящих, каких-то событий страшных, опасных во тьме. Потому что тьма – это символ, даже вот, скажем, вечерняя тьма, ночная тьма. Мы же опасаемся тьмы иногда, и страшно каким-то темным переулком пройти. И понимаем, что всякие беззакония, грехи, преступления во тьме легче совершаются. Есть тьма духовная, есть тьма вот такая, вещественная. И все это символично. То есть избави меня от всяких событий во тьме происходящих, нехороших, плохих, злых, опасных событий. Вот какой смысл этих слов. То есть слово «вещь» – это событие, а вот событие – действие. А вот выражение «я же вещей истина» – надо понимать, здесь идет речь о какой-то совокупности событий. То есть всех событий истины, всех вещей, всех действий истины, значит, здесь слово «истина» понимается в божественном высоком смысле. То есть истина всего. А истина всего – это что за истина? Это божественная истина. Это или сам Христос, или просто истина божественная, можно так выразиться. Та истина, которая от Бога исходит. И поэтому смысл этого тропаря, он такой, правилом веры и образом крутости, учителем воздержания, явила тебя стаду твоему, ну то есть твоей пастве, некая божественная истина, или можно сказать, непреложная истина. Дальше. «Сигураде стяжалось смирением высокое». То есть «сигураде», то есть «ради этого», по-славянски, а по-русски скажем так, ну, можно выразиться так, «потому», «поэтому», «поэтому» ты приобрел смирением высокое, а нищетою приобрел богатство. То есть смирением ты приобрел высокое высоту, а своей нищетою приобрел богатство. Ну, здесь такое противопоставление поэтическое, нищета, богатство, да, сила, слабость, свет, тьма, такой, как бы, прием поэтический. Итак, смотрите, «правилом веры и образом крутости, учителем воздержания явила тебя стадо твоему божественная истина, непреложная истина. Поэтому ты приобрел смирением высокое, а нищетою богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении души наших». Вот такой смысл этого тропаря. На этом я закончу. И желаю всем, чтобы вы были небесплодны в молитве, чтобы к молитве вы относились с должным усердием, потому что самое важное дело в нашей жизни – это общение с Богом. Самое Божие дело – это молитва. А в Писании сказано, проклят, всяк делающий дело Божие небрежно. Нельзя к молитве относиться небрежно. Помогай в этом, Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова